Доминик Мавра Доминик Мавра Попадает Душан Менее чем за три минуты Автодор набирает Самостоятельно разбираться С Доминикой С Домиником Маврой Джонсон Пять на владение Будет самостоятельно бросать Со средней через Беслача Попадает Был уже подобный эпизод Минутами ранее Можно и на 100 очков В игре претендовать Джонсон идет в трехсекундную и в излюбленной манере. Начинал он сезон как раз в Автодоре. Неплохо смотрелся, но затем ушел в Астану Рейшан Хэммонс. Фирменный пик-н-ролл промакивается. Любит Маркел атаки вот с этой дистанции, но, надо сказать, не с самым высоким процентом их реализует. А вот у Хэммонса с трехочковыми Маркел Джонсон выходит из-под опеки. Карвел Андерсон получает передачу. Не стал играть в взаимодействии с Гавриловым. А Доминик Мавра чуть было не перехватил этот пас, но в итоге повезло Карвелу Андерсону, прямо скажем, у Астаны. Но вот теперь все-таки вернулись к личной опеке. Какой блокшон ставит Маркел Джонсон? Ведь он не очень высокий баскетболист, но Рейшан Хэммонс набирает два очка. Он может бросить и за метр до дуги, но на сей раз решил скинуть на Хэммонса. У Рейшана игра идет. Почему бы не поделиться мячом, но в этот раз Хэммонс промахнулся. Маркел Джонсон два плюс один. Не стал отдавать в трехсекундную на Халдеева, хотя Дмитрий там просил передачу. Ньюман через руку Андерсон за метр до дуги мимо. Халдеев два очка второго шанса набирает. Джонсон на Андерсона Карвелл. Три через Фридзона символично попадает. Снайпер через снайпера. Вновь много смен в защите у Астаны. Не зафиксировали фол Карвеллу Андерсону. Поэтому Беслач Астана не очень бодро начала эту встречу. Но после таймаута стала серийно набирать очки Карвелл Андерсон. И этой трешкой он устанавливает рекорд Лиги ВТБ в сезоне 16-17. Фридзон на Петенева. Тот экстрапас на Ньюмана. Малик не нашел продолжения нападения. Скинул на Беслача и душа. Перевод на Фридзона. Виталий заигрывает Халдеева. Тот против Маркела Джонсона. Это преимущество и он его использует. Последнее владение в первой четверти два матча за Автодором. Любопытно, что Гаррета пока не использует Багичевич. Мавра через руку Гаврилова. Закрывает первую четверть своим дальним попаданием. 28-21. Я уже упоминал о том, что этот Хорват умеет попадать не только. Откладываются первые очки. Набранные не Джонсоном и Андерсоном в этой игре. Маркел 23-28. На Беслача получил обратный пас от Серба. И уткнулся в Романа Марчука. Заброс на Маркела Джонсона. Это его хлеб и этот сверху от Американца и партнера. Мавра на Фридзона. Виталий скидывает на Хэммонса. И Маркел Джонсон второй блокшот в этом матче для себя ставит. Маркел Джонсон в розыгрыше после двух точных страхов на их ход Торнвелла. Маркел. Его сегодня пока, как кажется, не остановить. Менее 14 минут прошло в этой игре. Торнвелл. Заброс на Хэммонса. Рейшон правой нерабочей рукой. Таки направляет мяч в корзину от счета. И параллельно открываются там без мяча и Мурзагалиев, и Андерсон. В итоге Маркел Джонсон решил самостоятельно бросить. И оказался прав. Восемнадцать уже Ньюмен. И вновь в зону и защищается Астана. В итоге потерялись они в обороне. Малик Ньюмен остался в гонке. И Рустам Мурзагалиев. Завершился минутный перерыв. Маркел Джонсон организует нападение своей команды. Карвелл Андерсон тяжелая три, но она заходит. Восемнадцать Маркел Джонсон, пятнадцать Карвелл Андерсон. Никто другой здесь хорошим результатом не отметился. Александр Петенев при этом не теряет игровой снаряд Карвелл. Дальше двигает мяч на Джонсона. Маркел поднимает воздух соперника. Джордан Скипер Браун со средней. Наконец-то мы увидели. Теперь смена в обороне у Автодора. Беслач против Андерсона четыре на владение. Карвелл будет самостоятельно бросать. Поднимает воздух соперника. И блокшот ему ставит. Не так много времени он на скамейке сегодня проводит. Беслач здорово отшагнул на среднюю дистанцию и попал через Марчука. Сверхрезультативный баскетбол в исполнении Автодора. Оперативно доставляет мяч в передовую зону. Скидка на Хэммонса. Рейшн три в лоб мимо цели. И подбор за Фридзоном. Затем слепая передача в угол на Петенева. Разыграно как по нотам Хэммонс. Никуда не торопится. Дает мяч своему разыгрывающему. Доминик Мавра. Лезет внутрь. И флоутером контролирует игровой снаряд. Получает смену на Рейшна Хэммонса. Здорово обыграл соперника таким обманным движением. Но в итоге скинул на Карвелла Андерсона, который попал. Это два очка, а не три был заступ. Сорок девять тридцать девять. Мавра под сирену. О, че-то попадает. Да что, как вообще сдержать этого Мавру? Особенно, когда завершается игровой отрезок. Он своей трешкой закрыл первую десятиминутку. Команды провели пока менее чем две с половиной минуты. Маркел Джонсон. Фирменный разворот. И со средней уговаривает он мяч, чем другим защищаться против Андерсона. Потому что те комбинации, которые играют на Карвелла Андерсона, частенько в карьере играли на Фридзона. Вадим Щербак попадает с дистанции с передачи Маркелла Джонсона. Боковая линия была против. Ньюман в угол на Фридзона. Тот даже на кольцо не смотрит. Скидка на Бесла. Сейчас липая душа туда. Виталий Фридзон. Какой же маэстро. В итоге Марчук отправился отдыхать. Вместо него Дмитрий Гаврилов. Вынос на Торнвелла. Синдериус в лесовую обыгрывает Чербака. И набирает трудовые два очка. Здорово. Вообще удивительное дело, что действительно он здесь очки не набрал. Ньюман. Шесть на атаку. Разменялся на Гаврилова. Пробил через него три. И попал на тайм-аут. Ньюман. Организует нападение своей команды. Находит Беслача открытым на деге. Душа. Конечно же попадает. Конечно же. В большинстве случаев. И он доказывал это в остальных командах, в которых играл. Но Малик Ньюман доказывал и в прошлом сезоне. И вот сейчас продолжает это делать что. И судя по всему не намереваются останавливаться подопечные. Милян Кабагичевича. Ньюман. Еще одна трешка мимо. Продушен Беслач. Путбэк Данг. Ньюман перевод на Виталия Фридзона. Это признанный снайпер. Долголетний, но на сей раз мимо. Ну и Маркел Джонсон наконец у саратовцев. Ньюман. Фирменная трешка со стебека мимо цели. Маркел Джонсон первый на подборе. Мурзагалиев там устремляется в быстрый отрыв. И набирает достаточно легкие два очка. Обогнал он всех. Сильных специалистов. Но если у тебя не получится организовать именно командное взаимодействие, то это не будет работать. Маркел Джонсон 2 плюс 1 со свистком. Но игра продолжается. Нужно забыть об этом эпизоде и защищаться против Хэммонса. 2 плюс 1 от Рейшена. И что удаление для Карлова. Своё выступление. В матче Хэммонс бонусный страфной не попал. Сам взял подбор. И набрал 4 очка в одной атаке. Он обычно только открытый. Попытки берёт на себя. Хэммонс на Мавру. Доминик. Ой, здорово. На шагах здесь выждал. И затем набрал капитанские 2. А у Доминика таким образом 10 очков сегодня. Плюс 4 подбора. Плюс 5 результативных передач. Маркел Джонсон отвечает своим. В других европейских лигах более 30 не набирал. Маркел Душан Бестач 2 очка второго шанса. 33. Суммарно двоих 54. Делаем вывод. У всех остальных лишь 7. Маркел Джонсон в быстром отрыве. 35-е своё очко набирает. Вынуждаем Миленко Багичевича таки задуматься. Самая длинная действующая серия в лиге ВТБ. Так что Астане нужно побеждать. Тем более. Мавра за метр до дуги. Туда. Доминик. Команду из Астаны по ходу сезона. И в Чехарте слабенье, где он играл раньше. Он попадал с дистанции. Малик Ньюман не останавливается. В этом своём деле. Очередную трёху укладывая в корзину. Соперник на Астане перестраивается вот против этих передач. Мавра через Мурзагалиева. Туда. Да что ты будешь делать? Броски на сегодня 4 из 5. И все были действительно сложными. Две трёшки в завершении первой и второй четвертей. И вот сейчас две к ряду Маркел Джонсон. И 40 очковые матчи Уксавера Рутон Мэйс, например. Но персональный для Маркел Джонсона рекорд карьеры. Брэндон Гарретт продолжится. 10 секунд в распоряжении подопечность Миленко Багичевича. Фотис Токеанос крайне активно подсказывает своим баскетболистам. Но Брэндон Гарретт тем временем... Максим. Ой-ой-ой. Неудачная передача обратная на Маркелла Джонсона. Гарретт. Перехват. Еврозтеп и какой блокшот! От Джордана Скипера Брауна играть в Единой молодёжной лиге ВТБ. Безусловно, стоит прогрессировать и доказывать свою игру. Но не играть матч второй-третьей. Выйти на две минуты впервые за две недели и показать свой лучший баскетбол. Андерсон! Ещё одну трёшку попадает. На смену вышел Брэндон Гарретт. Маркелл прорывается в трёхсекундную и набирает чудом очередные скидки на Наумова. Денис один на дуге. Даже дужки кольца. Этой попыткой не достигла. Ну и что, Маркелл навешивает на Марчука. Астана набирает два очка. Любопытно. Не по фейерплею, но Маркелл себе очередной ассист в копилочку принёс, завершив этот матч с коэффициентом полезного действия 50.